Дорогие друзья, здравствуйте! Очередная трудовая неделя подходит к своему завершению, а значит время информационному блогу от Славянской Церкви адвентистов 7 дня здесь в городе Сакраменто. Суббота обещает быть очень насыщенной, поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно о всех встречах, служениях и мероприятиях, которые вас ждут. Уже сегодня вечером в 7 часов мы приглашаем всех вас на служение с Петром Колоковым. Таких встреч у нас будет три. Первая, как я уже сказал, сегодня в 7 часов, вторая будет на утреннем служении завтра и третья будет на молодежном служении Глоу в 6 часов вечера. Не пропустите ни одну из них, потому что я верю, это будет чудесное время, где мы сможем вместе славить нашего Небесного Отца и размышлять над Его Словом. Также хочу напомнить, что завтра в 5 часов вечера в Малом Зале я жду всех, кому интересно исследование Священного Писания. Мы исследуем доктрины нашей Церкви, говорим о том, во что и почему мы верим, поэтому приходите сами, приглашайте ваших друзей и знакомых, особенно жду тех, кто хотел бы заключить завет с Господом. Это чудесное время узнать больше и глубже библейские истины. Хочу также напомнить, что все, кто у нас занимается с детьми, дорогие друзья, завтра для вас мы приготовили общий обед. Есть такое небольшое предложение, возьмите с собой только что-то к чаю или же фрукты, будет очень приятно. После общего обеда мы все с вами будем проходить семинар, а также мы расскажем о том, что вам нужно для того, чтобы сделать лайв-скен. Это очень важно, это важные правила сегодня от имени конференции, от нашего штата, поэтому приглашаю вас, не пропустите эту встречу. Ждем всех вас завтра после утреннего служения на общем обеде и на семинаре. Хочу также напомнить, что 11 ноября у нас будет тоже особенная суббота, у нас будет праздник благодарения, он будет и на утреннем служении, а также будет вечером в 6 часов вечера особенный концерт. Вновь-таки приглашайте друзей и знакомых, приходите сами. Этот концерт у нас будет благотворительный, мы бы хотели помочь детям, которые учатся в христианской школе в городе Буча, Украина. Многие из них оказались сиротами из-за войны, которая сегодня происходит там. И очень важно, чтобы мы могли поддержать их своим участием. Так что ждем всех вас. Напомню, вечернее служение будет в 6 часов вечера, а утреннее служение будет, как всегда, начиная с 10 часов. Вас ждет интересная детская программа и интересное утреннее служение. Не пропустите ни одно из них. Хочу также напомнить, что в среду в 7 часов вечера у нас будет очередная встреча Совета Церкви, и поэтому прошу всех членов Совета не пропустите это мероприятие. Ну а в воскресенье в 5.30 вечера детский отдел приглашает на муви-найт всех, у кого есть дети до 15 лет. Это будет тоже чудесное время для общения, новых знакомств и приятного проведения времени. Так что, друзья, помните о всех этих мероприятиях. Это очень интересно и важно, потому что оно и духовно нас насыщает, и помогает нам становиться ближе друг к другу, чувствовать, что мы одна большая семья. Хочу также сказать вам о том, что мы продолжаем молиться за нашу сестру Валентину Жигайло. Вчера у меня была возможность посетить ее в госпитале. Ситуация очень непростая. Я прошу вас, чтобы вы молились особенным образом, чтобы Бог поддерживал, укреплял. Я знаю, у Бога нет ничего невозможного. Он способен делать чудеса. Но в то же время я знаю, что Он переживает о спасении каждого из нас. И это главная цель. Поэтому я не знаю, каким образом Бог поведет дальше нашу сестру Валю. Прошу только, чтобы вы молились за нее, за всех ее родных и близких. Потому что это очень непростой отрезок времени в их жизни. Мы также продолжаем молиться за Таню из Закарпатия. Продолжаем молиться за Ларису Подоляка. Молимся дальше за ситуацию, которая на Ближнем Востоке. А также за окончание войны в Украине. Всегда эти просьбы, они на нашем сердце. И мы просим, чтобы Бог особенным образом обращал на это все внимание. В заключении обычно я читаю текст из Священного Писания. Как назидание. Но в этот раз я, знаете, что хочу сделать? После проповеди, которую я говорил в прошлую субботу, ко мне пришло одно очень интересное сообщение. Вернее, даже вопрос. Вопрос вот какого характера. Пишет один из братьев наших. Он согласен со всеми нашими принципами. Но он говорит, что ему задают часто вопрос. Вот когда мы говорим о том, что дух тела, ну то есть дух не имеет возможности ни чувствовать, ни обаять ничего, ни ощущать ничего, потому что вне тела он этого делать не может, то задают вопрос. А как же тогда ангелы? Они же вот принимают участие во всем том, что происходит в этом мире. С одной стороны. С другой стороны, современные христиане сегодня идут намного глубже. Они начинают вникать в восточную философию и говорят, что, ну, на самом деле человек обладает несколькими телами. И это тело, вот, которым я сейчас прикасаюсь, это только первое из тел. Оно умирает. А все остальные тела, они живут, существуют, но уже в каком-то духовном мире. Что хочу сказать по этому поводу? Конечно же, обращая внимание сразу на восточную философию, хочу сказать вам одну простую деталь. У нас нет в Священном Писании какого-либо упоминания или какого-либо подтверждения о природе духов или природе души, как вот какой-то отдельной субстанции. Во время проповеди мы говорили о том, как Библия представляет полностью природу человека. Мы видели, что это земля или прах, дыхание Божье и как результат живая душа или живой человек. Это все, что мы находим о природе человека. О природе же духа или души у нас нет вообще никакой информации. Ну и мы должны понять еще одну деталь. Друзья, давайте будем честны. Ангелы это духи, а протестанты, то есть большинство христиан, христиан говорят не о духах, не о человеке, как о духе после смерти, а о душе человека. Во-первых, это огромная разница. Мы должны об этом говорить откровенно и честно. Во-вторых, когда мы говорим о духах ангелов или о ангелах как о духах, то есть одна интересная деталь. Послушайте, что Христос говорит о духах. Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. «Посмотрите на мои руки и на мои ноги», говорит Христос после воскрешения. «Это же я, потрогайте меня и посмотрите. У духов ведь не бывает ни тела, ни костей. А у меня, как видите, есть». Друзья, тут Христос говорит откровенно, что духи тела и костей не имеют. И сейчас философствовать о том, что они не имеют первого тела, но имеют второе, третье и четвертое, ну, у нас нету на это абсолютно никакого библейского основания. Каким же образом ангелы принимают участие вот в жизни, в том, что происходит на нашей планете Земля, когда являются людям? Ну, тут есть одна интересная деталь. Они все же нам являются в материальной форме. То есть они имеют возможность принимать материальную форму или использовать материальную, физическую форму человека или какого-либо другого существа. Как пример, смотрите, кто говорит с Евой в Адемском саду? Мы говорим, что это дьявол говорит, но он на самом деле говорит змей. Правда? Ну, то есть физически Ева разговаривает со змеем. Но мы все очень хорошо понимаем, что змей это только физическая оболочка, которую использует дьявол. Это означает, что ангелы, они имеют эту возможность. У нас есть несколько других примеров. Вспомните, когда ослица заговорила с Валаамом. Мы очень четко видим там рядом всегда ангела, который стоит на дороге, который преграждает путь ослица этой и Валааму. В Библии написано, что Бог открыл уста ослицы. Но есть одна интересная деталь. Мы нигде не находим на страницах Священного Писания историю о том или повествование о том, чтобы животный мир вообще имел способность говорить, ну, то есть воссознанно говорить, да, соединять звуки или речь с мыслями. У нас нету такой информации. И когда мы читаем, что Бог привел всех животных к Адаму еще до грехопадения, то не нашлось ему пары, соответственно, ему. И это речь идет не о том, что не было пары, похожей на него. Речь идет о том, что не было пары, которая была бы на том же уровне умственном, интеллектуальном, что и Адам. А самое главное, через что проявляется наш с вами ум и интеллект, это речь, способность выражать те же мысли, проявлять тот же ум и интеллект. Поэтому животные не были наделены способностью говорить. Но только Бог эту способность закрыл, и время от времени он ее открывает. Если бы это было так, то у нас было бы намного больше примеров, когда эта способность проявляется. Но мы находим только вот две змея в Адамском саду и ослицу с историей с Валаамом. Это говорит о том, что, скорее всего, ангел использовал ослицу для того, чтобы проговорить к ней точно так, как дьявол использовал змея, чтобы проговорить к Еве. То есть мы видим, опять-таки, ангелы проявляют себя через физическую плоть нашего мира. Это могут быть животные, как я уже сказал, или являются в виде людей и разговаривают с людьми в образе людей. Это у нас тут есть пример с Авраамом, который видит трех путников, которые приходят к нему. Это перед уничтожением Содома и Гаморы. И ряд других историй, где это все происходит. С Маноим, с отцом Иоанна Крестителя и так далее. Поэтому, друзья, давайте так. У нас нету библейского основания утверждать, что... Ну, тут даже, я уже повторюсь, тут даже сравнение не попадает, потому что душа человека и ангел, как дух, это две разные вещи. Но все же у нас нету основания говорить, что дух или ангелы, они обладают каким-то телом, похожим на наше. Это совсем другая природа. Она для нас непонятна. И в Библии не расписана ее составляющая, из чего она состоит. Природа же человека описана вот так, как я уже говорил. Это тело, дыхание Божье и, как результат, живой человек или живая душа. Ну, это, наверное, все, что я хотел бы сказать по этому поводу. Дай Боже нам мудрости, чтобы мы не попали под адман сатаны. Потому что идея о том, что бессмертие существует в человеке, она впервые, опять-таки, исходит с уст Люцифера, когда он разговаривает с Евой там в Адамском саду, когда говорит, что нет, не умрете. Библия же, как я уже говорил в прошлую субботу во время проповеди, она говорит очень четко, что живая душа – это живой человек. Бессмертием обладает только Господь. После смерти тело идет в землю, откуда и пришло, а дыхание идет к Богу, души она никуда не девается. Главная надежда и главное упование всех верующих во все времена и искренне верующих было не рай сразу после смерти, а было воскресение. Пускай эта же надежда, которая укрепляла апостола Павла, всех учеников Иисуса Христа, она укрепляет и нас с вами. Нас с вами. Мы ждем, когда Господь вернется с ангелами и поднимет к новой жизни всех тех, кто уже упокоился в Господе. А если мы дождемся его встречи с живыми, то, как Павел говорит во мгновение ока, это тленное преобразится в нетленное. Да благословит всех нас Господь в нашей жизни, в нашем служении, в наших отношениях с Богом и исследовании Священного Писания. Всего вам наилучшего, дорогие друзья. Ждем вас на всех наших встречах. Первое, я напомню, будет уже сегодня в 7 часов вечера, ну и также на всех завтрашних субботних встречах. Всего вам хорошего. До свидания.